Всем привет! С вами Хельга Пирогова. Обсудим, что интересного произошло за сегодня. Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе. Погиб один военный. Евросоюз начал переговоры о вступлении в него Украины. А Россия и Китай готовятся к ядерной войне. Что это значит для всех нас, расскажу через пару минут. Россия планирует увеличить военные расходы еще на 70%. Они составят почти 11 триллионов рублей. Это записано в проекте бюджета на 2024 год, который изучил Блумберг. При этом социальные расходы вырастут всего на 15%, до 7,5 триллионов рублей. Проект сейчас обсуждают в правительстве. И такой откровенно военный бюджет премьер Мишустин назвал выверенным и оптимальным. Постарались принять выверенные и, я бы сказал, оптимальные решения. Прежде всего, гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. На что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения. До 1 октября проект бюджета должны отправить в Госдуму. А сегодня в парламент внесли законопроект об уголовных сроках за фейки и дискредитацию росгвардейцев, воюющих в Украине. Сейчас эти статьи действуют только в отношении армии добровольцев, то есть наемников. А теперь от фейков защищат и Росгвардию. И еще одна новость про российские тюрьмы. Алексея Навального вновь отправили в ШИЗО уже в 20-й раз. На этот раз Алексей пробудет в карцере 4 дня, а потом у него будет очередной суд. В общей сложности Алексей проведет в изоляторе 224 дня. Вот вы видите по этому списку, что его почти не выпускают из ШИЗО. И это совершенно бесчеловечно, особенно с учетом того, что он не совершал никаких преступлений. Навальный должен быть свободен. ВСУ сегодня днем атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе. Обрушилась часть крыши и как минимум один этаж. Обломки находят в радиусе нескольких сотен метров. Украинская сторона подтвердила, что удар нанесли именно они. Вот на этом фото видно, что здание довольно сильно пострадало. Минобороны сообщают об одном погибшем, но потом уточнили, что он не погиб, а пропал без вести. Пишут также о шести пострадавших, но официального подтверждения этому пока нет. Губернатор оккупированного Севастополя Разважаев заявил, что гражданская инфраструктура и люди около здания не пострадали. И вообще ничего страшного не случилось. Правда, потом появились новости, что выбиты окна, по крайней мере, в 10 домах вокруг. Поразительная забота о своих же гражданах со стороны губернатора. Тысячу погибших российских военных удалось установить поименно за последние две недели. А общий список составляет уже почти 33 тысячи имен. Эти данные по открытым источникам ищут журналисты Медиазонной Би-Би-Си и волонтеры. Уже в октябре могут начаться переговоры между Украиной и европейскими странами о вступлении страны в состав ЕС. Заявку Зеленский подал еще в феврале 2022 года, и тогда страна официально стала кандидатом в члены Евросоюза. Но процесс, скорее всего, растянется на годы, в первую очередь из-за войны. К тому же Украине надо выполнить ряд условий ЕС по изменению законодательства. Одновременно с этим мир готовится к возможной ядерной войне. И Россия, и Китай, и США расширяют и обустраивают свои ядерные полигоны. Проводят к ним новые дороги и тоннели и строят здания. Работы ведутся уже несколько лет. Это видно по спутниковым снимкам. Эксперты считают, что в теории это может означать возобновление ядерных испытаний. Правда, на данный момент юридически это невозможно. Все три страны в 1996 году подписали совместный договор об их запрете. А теперь чудеса импортозамещения из Псковской области. Местный губернатор Михаил Ведерников заклеил логотип Apple на своем компьютере и продолжает им пользоваться, несмотря на все обещания отказаться от зарубежной техники и перейти на российские аналоги. Хотя, откуда нам знать, может, наклейка и российская. Ну и в завершение выпуска уже традиционно несколько новостей про зет-пропаганду в детских садах. Вот такую азбуку о важном раздадут малышам. Буква алфавита там иллюстрирует такие понятия, как братство, страна и мягкая сила. И еще стишки про величие страны и то, как здорово быть русским. Это цитата. Азбуку уже раздали детям на Дальнем Востоке, где живут просто сотни народов и этносов. Но и там детей пичкают таким русским национализмом. А скоро зет-азбуку раздадут по всей многонациональной стране. А вот фото из города Апочка от Псковской области. Малышей из детского сада Светлячок нарядили в военную форму и раздали им оружие. Надеюсь, хотя бы не настоящее. Это были самые важные новости этой пятницы. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии, я их читаю. И, как всегда, на экране имена наших спонсоров на Патреоне популярной политики. Если вам нравится наш формат новостей, тоже поддержите нас по ссылке в описании. А я прощаюсь с вами. Хороших выходных и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин